Каждый день сотни алматинцев проходят мимо этого серого незрачного здания, расположенного на пересечении улиц Наурсбай и Кабамбай-Батыра. И наверняка большинство из прохожих даже и не знают, что 80 лет назад в нем без суда и следствия были убиты тысячи казахстанцев. Среди тех, кого расстреляли в подвале НКВД, здесь, в Алматы, был и знаменитый поэт Ильяс Женсугуров. На момент задержания он работал председателем Союза писателей, рассказывает его сын Саят Женсугуров. Потомок классика считает, что поводом для задержания отца могла стать поэма «Кулагер». У него там большая надежда на то, что казахи, вот как он там пишет, вот, тысячелетнее свое путешествие, значит, когда-нибудь окончат ножа для счастья. И вот даже, вот так сказал, со своим вождем. Кто вождь? Неужели он там Сталина имел вид? Нет? Он понял, что кто-то из казахов все же станет сам и приведет вот к тому тысячелетия, ожидавшему казаха. В свои 87 лет он до сих пор не может поверить, что самого близкого и родного человека без причин увезли и убили. И Саят Женсугуров отлично помнит драгическую дату – 26 февраля 1938-го. Надежда умирает последней. Очень правильно. Особенно, когда твой родной человек, когда ты не веришь, что вот его нет. Нет. Поэтому мы все, вот, как я знаю, мы все очень долго думали, что… И при том нас обманывали. Говорили, что он посажен на 10 лет, переписка запрещена. Это здание бывшего НКВД. Его возвели в 34-м году прошлого столетия. А в эпоху политических репрессий оно превратилось в место настоящей кровавой бойни. Сюда привозили всех тех, кто впал в немилость советской власти. С арестованными долго не церемонились. Ведь только с 25 февраля по 15 марта 1938-го, по официальным данным, здесь расстреляли 640 человек. Сейчас это здание преобразовали под офисы. На втором этаже находится Центр реабилитации для детей-инвалидов. Атмосфера здесь все же своеобразная. Ведь, углубляясь в историю, всплывают факты, что именно в этих стенах проходили многочисленные пытки, устраивались допросы и избавлялись от неугодных сталинскому режиму. По известным нам данным, только 25 февраля 1937-го года здесь, в подвале НКВД, были расстреляны сразу 39 человек. Это представители казахстанской интеллигенции. Среди них Сакин Сейфулин, Кудайберген Жубанов и многие другие. Все они были захоронены под Бурундаем в местечке Кандасай. Сейчас там находится мемориал в память репрессированных казахстанцев. Возможно, никто бы и не узнал ни о месте захоронения Кандасай, ни о тех, кого именно убили в тот трагичный день, если бы не единственный свидетель. Им оказался водитель, перевозивший бездыханные тела. По словам президента Ассоциации жертв политических репрессий, об этом тот признался перед самой смертью. Тогда избавлялись от погибших ранним утром, чтобы не вызывать панику населения. Сталина была теория, чем дальше продвигается, как только укрепляется социализм, и сопротивление классов врагов тоже возрастает. У него такая была теория, что 1934 год выдвинутый им по февральско-мартовскому пленуму 1937 года, пленуму ЦК Капицы, он это еще более углубил. Мы, в общем-то, там решили, что враги народа прорвались во все эти инстанции на партийные советские, в общем-то, руководящие должности они прорвались, они вредят советской власти. Поэтому их надо, в общем-то, уничтожить. В жернова сталинского террора попали свыше 130 тысяч казахстанцев. Общий список пополняется новыми фамилиями ежегодно. Чтобы чтить и помнить жертв политических репрессий, представители ассоциации хотят восстановить музей. В здании бывшего НКВД он был открыт 10 лет назад. Затем объект приватизировали.